Всем привет Blender 281 и давайте в этом ролике и в последующих уже будем рассматривать всякие нужности которые соответствуют именно костям и персонажу для анимации вот такая вот гражданка и давайте в этом ролике рассмотрим именно вот эту функцию боль веса with paint для чего нужна with paint вы назначаете именно цветом на персонажа те части которые не должны двигаться и деформироваться это красный цвет вы вот можете раскрасить красным цветом лицо и показать что вот эта вот часть лицо она не должна деформироваться также грудная клетка допустим она тоже не деформируется вот так вот красный цвет это вот части повторюсь которые не должны подвергаться деформации переходные цвета вот желтый зеленый это размытие именно плавность перехода от в момент движения так вот где-то в таком духе здесь есть кисточки вот драф рисует также микс помогает все это дело размывать по краю делать мягче переходы допустим вот на локтях вот здесь вот на плечах на локтях вот так делать именно плавный изгиб вот кисточка суток по моему она вот возвращает именно где-то если вы залезли она вот помогает вам чуть-чуть скорректировать вот эту часть подрисовать куда не надо залазить так следующая микс размывание я уже показал также есть кисточка драк это вот она рисует уже именно красным цветом веса вот такая штука ну вот в принципе для этого и сущен нужно вот это вот функция вы здесь уже вот показываете что вот эта кость вот эта кость покрашенная красным не должна принимать деформацию вот так вот накрашиваете а эти вот переходные части вот плечо должно двигаться вы показываете допустим размытием кисточкой микс показываете что здесь вот плавный должен переход опять же вот вверху регулировка сила это вот размер кисти интенсивность сила закрашивания вот вы можете вообще слегка это все дело проходить вот аж вот таким тоном если вы прибавите то будет она более такая посильнее показывать что переход должен быть вот берем исходную модель она сейчас без назначения именно веса выделяем сначала выделяем допустим кости так сначала выделяем персонажа потом кости и что делаем так вот эти вот кости я сейчас пока удалю чтобы они не мешались пока посмотрим так и вот выделяем тело через зажатый shift выделяем кости и делаем автоматическую назначение именно веса как это делается это контрол пи и вот викт автоматик виджет если вот нажмем на персонажа же то вот виджет пейнт и получается мы просто соединяем тело объединяем с костями автоматически и назначается автоматически и вот эти вот веса для каждой кости сейчас я тоже это дело покажу как все это дело выглядит вот объединение произошло назначены вот сейчас нажимаете сначала на кости потом шифт зажатый левая кнопка мыши на модель и приходите вот функцию виджет пейнт так теперь нажимаем shift и на кость вы видите что автоматически здесь все уже назначено вы нажимаете на эту кость вот косточка не должна двигаться вот размытие вот здесь такая штука происходит на груди вот так такие веса назначены на эти кости вот вы видите что бок ребра не должны двигаться здесь красный а здесь вот более менее грудь мягкие части тела они должны немного деформироваться и вот автоматически назначены вот эти вот веса ну и теперь для закрепления вот представьте что вот эта рука это палец с его фалангами и вот получается что вот эта часть не должна двигаться у пальца а вот эти части где находится у пальца изгиб должны сгибаться и вы видите что здесь все переход плавный чтобы не было излома не ломала модель вот такая вот штука и вот теперь вы можете ставить именно модель в позу уже все будет у вас происходить более плавно вы видите что ломки при изгибе нет рука не выломана вот для этого и нужна эта функция всем пока в следующем ролике вы постараюсь рассмотреть именно зеркалку костей также рассмотреть именно движение постановку позу модели а потом уже наверное ходьба и так далее все всем пока